В июне Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Это уже третье повышение в этом году. До этого с июня 2019 года по июль 2020 Банк России постепенно снижал ключевую ставку. Почему ставка начала повышаться, как это отразится на инфляции банковских продуктов в регионе, и что это значит для населения и бизнеса, об этом говорим с Андреем Антиповым, руководителем Барнаульского отделения Банка России. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Александрович, поясните для зрителей, что такое ключевая ставка? Ключевая ставка – это процент, под который Банк России выдает кредиты кредитным организациям банков и принимает от них деньги в депозиты. Почему принято было решение повысить эту самую ставку? Прежде всего, конечно, это повышение инфляции. Инфляция в России составила 6%, это намного больше целевого ориентира, вблизи 4%. Инфляция в Алтайском крае также ускорилась и составила в мае 7,4%. Какие факторы способствовали повышению? Это, конечно, спрос, возросший спрос, он превышает предложение, производство товаров и услуг не успевает за этим спросом. То есть это явление называется инфляцией спроса. С этим явлением нужно бороться, поэтому ключевая ставка была повышена. Расскажите подробнее, как повышение ставки в результате повлияет на инфляцию и экономику в целом в нашем регионе? Ну, вообще надо понимать, как ключевая ставка влияет на реальную экономику. Через так называемый трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики по различным каналам Банк России влияет на экономику. Наверное, довольно сложно сказал, но тем не менее, надо понимать, что несколько каналов, самый важный, процентный, при увеличении ставки центральным банком, деньги в экономике становятся дороже, дороже для банков. Они, в свою очередь, поднимают свои ставки по кредитам, поднимают ставки по депозитам. Таким образом, более выгодно сберегать, класть деньги на депозиты. Таким образом, мы снижаем спрос, инфляция также будет снижаться. Так почему Банк России вместо повышения ставки, наоборот, ее не снижает? Разве это не нужно вам сейчас в пандемийный год? Во-первых, экономика наша восстанавливается довольно быстрыми темпами, до кризисного уровня. О чем я говорю, спрос довольно высокий, производство не успевает за повышенным спросом. Во-вторых, есть такое понятие, как инфляционные ожидания. Так вот, инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются на довольно высоком уровне. Банк России в своем исследовании мониторинга предприятий видит у нас в Алтайском крае, что отдельные предприниматели в отдельных отраслях ожидают повышения цен на свою продукцию и будут делать это. В первую очередь, это сельское хозяйство, транспорт, производство металлических изделий. Ну а в-третьих, несмотря на то, что Банк России уже принимал решение о увеличении ключевой ставки, денежно-кредитные условия остаются довольно мягкими. На начало мая текущего года потребительское кредитование выросло на 14%, а ипотечное кредитование на 25%. Все эти факторы влияют на инфляцию, то есть оказывают давление на повышение инфляции. Но все-таки ключевая ставка выросла и для предпринимателей, и для обычных граждан. Теперь, получается, кредиты будут менее доступны? Если говорить о том, что доступны и недоступны кредиты, то инфляция, низкая инфляция, как раз залог доступности кредитов. При низкой инфляции есть условия, когда будет развиваться производство, вложение в инвестиции, будет расти вообще оборот продукции и услуг. Таким образом, как раз увеличение и снижение ключевой ставки способствует будет снижению инфляции и создаться условия для развития. И если касаемо населения, то у населения будет больше доверия к рублю, население будет также о домашних хозяйствах прогнозировать свои какие-то дорогостоящие покупки, принимать решения о сбережении и так далее. Почему важно поддерживать инфляцию именно в районе 4% годовых? Откуда вообще взялась эта цифра? Эта цифра рассчитана как раз из условий нашей экономики, на каком этапе находится российская экономика, наши экономические реалии. Если говорить о, например, таком явлении, как дефляция, то есть это когда снижение цены, мы все ругаем повышение цены. Если рассматривать обратную ситуацию, то вот посмотрите, если взять условное какое-то предприятие, цены на продукцию предприятия будут в последующем снижаться, население или потребители данного предприятия будут ожидать снижения цен и будут задерживать свое решение о принятии, решение о приобретении. У предприятия будут снижаться доходы, оно не сможет рассчитываться как с поставщиками, так и со своим персоналом, предприниматель будет вынужден сокращать свой персонал. Таким образом, дефляция, то есть вот эти условия экономические, повлияют не только на уровень экономического состояния предприятия, но и на домашний сектор. Инфляция в крае ускоряется, а вот какие именно факторы повлияли у нас в регионе на ускорение инфляции? Конечно, это общие федеральные факторы, о чем я говорил, это рост цен на продовольствие, но и наши региональные факторы, которые нашу особенность определяют, это увеличившийся турпоток при сохранении ограничений выезда за рубеж, туристический кэшбэк. Если говорить о группах товаров, то в первую очередь это продовольствие, рост цен мировых на продовольствие, в том числе и на зерно, повлиял на цены в животноводстве, увеличились цены на мясо птицы, свинины, говядины, на колбасные изделия. До этого было у нас некоторое ослабление национальной валюты, подорожали ветеринарные препараты, что также способствовало росту цен в животноводстве. Мы все ходим в магазин, покупаем так или иначе продукты, какие-то там товары, но мы знаем, что цены повысились, однако, не на 7%. Расскажите, как это можно объяснить и можно ли вообще верить каким-то статистическим данным? Надо здесь смотреть, как Росстат считает инфляцию. Он считает инфляцию по более 550 товарам и услугам и в целом за год. Банк России также учитывает изменение индекса потребительских цен в целом за год. Если говорить о личной инфляции, то мы всегда психологически опираемся на те наблюдения, которые были в последнее время. То есть по последней покупке на определенные группы товаров и услуг, которые именно присущи нам. Поэтому личная инфляция практически всегда отличается от той официальной инфляции. А вот проиллюстрируйте как раз-таки личную инфляцию. Какой пример? Посмотрите, цены на огурцы зимой они традиционно выше, летом они снижаются. А мы помним всегда повышение цен, а не их снижение. И в целом за год, наверное, конкретный потребитель, чтобы оценить именно изменение цен, какие-то, может быть, специальные знания нужны. Вот замечу, на сайте Банка России, финкульт.инфо, есть специальный инструмент. Если вы введете несколько показателей, вы можете рассчитать свою личную инфляцию. Андрей Александрович, спасибо вам большое за беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Андрей Антипов, руководитель Барнаульского отделения Банка России.